Всем привет, вы на канале Control Tech, меня зовут Артем и сегодня у нас на контроле новый складной смартфон от компании Samsung, а именно Galaxy Z Fold 3. Целый год они занимались работой над ошибками, поэтому давайте посмотрим, чем нас будут радовать наши корейские друзья в этот раз. На e-каталоге Samsung Galaxy Z Fold 3 на 256 гигабайт можно найти за 47 340 гривен или 128 285 рублей, что можно сказать дофига. Если в подборе по параметрам выбрать смартфоны со сгибаемым экраном, то получим всего лишь 8 вариантов, среди которых все модели Fold'а и Flip'а, на которые мы, кстати, тоже уже делали обзор, а также Motorola Razr 2019 и Huawei Mate XS, которые ближе всего по цене. За 1800 долларов, что эквивалентно 3000 дошираков или 1200 пар штанев за 40 гривен, мы получаем смартфон, кабель USB-A на USB-C и макулатуру. Забота ли это об экологии или же обычная жажда наживы, решать только вам. Samsung в этом году представили линейку Fold в трех цветах. Phantom Black, Phantom Green и Phantom Silver. На первый взгляд выглядит дорого-богато и прям чувствуется, что в руках я держу премиальное устройство. Не сразу можно заметить, что он похудел в сравнении со вторым Fold'ом. Третья итерация тоньше в среднем на полмиллиметра и легче на 11 грамм. Казалось бы, но ощутимо. С внешней стороны мы видим изменившийся дизайн блока камер. И вы знаете, в целом неплохо. Разве что из-за разрешения сторон 25 к 9 наш световой меч постоянно норовит выпасть из кармана. Так что совет будущим обладателям. Будьте бдительны, когда присаживайтесь. Динамики, качелька регулировки громкости, лоток под две сим-карты. Кстати, без возможности расширения памяти с помощью карты памяти. Поэтому загадку про два стула все же придется решать. Либо 256, либо 512 гигабайт. Нам снова встроили сканер отпечатка пальцев в клавишу разблокировки. Мнения по поводу комфортности данного решения разнятся, но мне такое подходит идеально. А какой вариант разблокировки больше всего нравится вам? Сбоку, спереди, сзади? Возможно вы видели новый патент Samsung с разблокировкой с двух сторон? Пишите в комментариях и мы ответим на самое интересное. Так как наш сегодняшний гость трансформер, который легким движением руки из смартфона превращается в планшет, в первую очередь стоит упомянуть новый шарнирный механизм. По словам корейцев, они неплохо над ним потрудились. И действительно, тесты не такого известного блогера, как мы, Джерри Рик Эврифин, показывают прогресс по сравнению со второй моделью. Но это касается только шарнира. В остальном у нас все так же очень хрупко. Но не так уж и легко его открыть. Ухватиться не за что, никакого сцепления с гладким алюминием нет. Не то что одной, двумя руками открыть его довольно сложно и стрёмно. Другое дело, когда смартфон вот в таком вот замечательном кожаном чехле. Но не за внешний же вид покупают сие чудо, которое стоит дороже батиной девятки. Давайте разберемся с его тег составляющими и раскроем этот ящик Пандоры, потому что именно внутри все самое интересное. А вот это уже и кранище. Чистой воды планшет. К слову, в третью линейку завезли поддержку стилусов S-Pen, так еще и специальный S-Pen Fold Edition выкатили. Печально известная пленка все еще на месте. Хотя по заявлению разработчиков, они установили нам новое покрытие, которое должно быть более стойким к повреждениям. Давайте не будем обманываться. Оно все еще царапается даже ногтем. Снаружи снимать можно, снутри нельзя. В этом году корейцы защитили свои гнущиеся смартфоны от воды по стандарту IPX8. И вы спросите меня, что за матюк такой X8 и почему только от воды? Как же земля, воздух, огонь? Если на огнеупорность никто особо и не рассчитывает, а от воздуха никто бед особо и не ждет, то вот с матушкой землей наша бабочка вовсе не дружит. Защиты от пыли и грязи в смартфоне нет от слова совсем. Поэтому теперь точно понятно, что это за X. Точнее, это не X, это H. Хуй тебе, а не защита. Конечно, инженеры придумали щеточки, которые должны очищать шарнир от загрязнения. Но давайте будем честны. С песком они будут бороться примерно так же эффективно, как чиновники с коррупцией. Это что такое называется? Ну а 8 значит, что наш Ихтиандр способен без повреждений пережить полное погружение в воду, пресную воду, не соленую, пресную. В отличие от прошлого поколения, теперь внешний дисплей на 6,2 дюйма и, как и внутренний, имеет частоту обновления в 120 Гц. Разрабы добавили нам 8 пикселей по ширине и 16 пикселей по высоте. А такую радость надо защищать, как никогда. Стекло Corning Gorilla Glass Victus и спереди и сзади нам в помощь. Итого мы теперь имеем 2268 на 832 точки. Прирост, который мы заслужили. Не суть. Мы на дисплей прошлого фолда не особо-то и жаловались. А ты, ой, круто! Что касается внутреннего складного дисплея, тут у нас изменений почти нет. Вышеупомянутое покрытие все еще не внушает доверия. Так что будем с ним нежными. Огромный 7.6 динамик AMOLED 2X дисплей с разрешением 1768 на 2208 пикселей стал немного ярче, но в общем не претерпел особых изменений с прошлого года. Что не мешает ему все так же радовать глаз. Работа с дисплеем в согнутом состоянии никуда не пропала. Наша бабочка флексит, но немного по-другому. Режим флекс чуток изменили. Динамики остались на своих местах. На первый взгляд никаких изменений нет. Звук в третьем фолде стал более глубоким и мелодичным. Скорее всего это проделки Dolby Atmos. Аппарат звучит годно. Послушать музыку в любимых наушниках по миниджеку не получится. Благо для этого у нас есть и USB-C и Bluetooth 5.2. А вот чтобы эту музыку запустить в Spotify, есть 5G-модуль от Qualcomm и Wi-Fi 6-го поколения, что позволит вам передавать данные со скоростью, измеряемой в гигабитах в секунду. Лайк, если помнишь времена Dial-Up и скорость 52 кбит в секунду. Я не буду говорить Dial-Up, это какое-то ругательство. Нас забанят на ютубе. Навигация и NFC-модуль тоже на месте. Все чинно благородно. Под капотом у нас мощный, проверенный, горячий, восьмиядерный, 5-нанометровый Qualcomm Snapdragon 888. 12 гигабайт LPDDR5 памяти позволит вам без проблем открыть ту его кучу приложений и не переживать, что у вас где-то что-то не сохранится в процессе работы. В принципе, накопителя на 256, так и на 512 гигабайт должно хватить для всех ваших задач. В противном случае, пользуйтесь облачными хранилищами. Как вы уже знаете, microSD Fold вам ставить не позволят. С завода нас приветствует Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.1.1. В целом, типичная оболочка Samsung, но с некоторыми расширенными функциями для нашего именитого дисплея. К стоковым приложениям нет вообще никаких вопросов. Все более-менее оптимизировано и работает исправно. Чего не скажешь о сторонних приложениях. Самые крупные камни, как обычно, летят в огород Цукерберга с его инстой. И даже принудительное растягивание экрана тут работает из рук вон плохо. Или вообще не работает. Мне кажется, что это все дело времени. Так как рынок еще просто не готов к массовому внедрению flexible телефонов и не вкладывает все необходимые ресурсы на развитие этого направления. Поживем? Увидим. А пока взгляните на клавиатуру. Изначально она поделена между двумя половинами экрана. В теории должно быть удобно, но на практике это требует практики. В любом случае, разработчики не стоят на месте и мы не будем. Поехали дальше. За безопасность устройства отвечает сканер отпечатка пальца на боковой панели. Также никто не отнимал у нас функцию разблокировки лицом, которым мы можем посвятить сразу несколько камер. Не отходя от кассы, основная 12-мегапиксельная камера с диафрагмой 1.8, сверхширих 12 мегапикселей с полем зрения 123 грамм и диафрагмой 2.2, телеобъектив 12 мегапикселей с двукратным увеличением, оптической стабилизацией изображения и диафрагмой 2.4. Внимательный зритель мог заметить, что это те же модули, которые стояли в прошлогоднем флагмане. Тут у нас по сути никаких изменений, кроме внешних. Спереди 10 мегапикселей камера с диафрагмой 2.2, что позволит вести трансляции и конференции в хорошем качестве. Да, истории с такой камерой выложить не стыдно. Чего не скажешь о еще одной фишке третьего фолда. А именно скрытый от посторонних глаз сенсор на 4 мегапикселя с диафрагмой 1.8. Круто, классно и абсолютно беспонтово. Мы потеряли в качестве, но сам модуль все еще виден под пикселями и иногда бросается в глаза. А сейчас можете посмотреть на качество снимка и видео. И тест записи видео на основную камеру смартфона. Galaxy Fold 3. Так вот он снимает на приближение X1. Переходим в X2. Это все возможно сразу из интерфейса камеры. И 0.5. А также можем докрутить. Для этого уже становится это X10. Ну, текст читаем вроде бы. Также можете оценить качество записи микрофона. Вот такой вот курс доллара у нас сегодня. А теперь тест записи видео со стабилизацией. Сейчас можно переключиться на X2. И это X1. На фиг случай. А сейчас у нас тест записи видео. Вот такой вот пешеходный день в Одессе. Это у нас X05 и X1. Запись видео со стабилизацией. А это тест записи видео на внешнюю, фронтальную камеру смартфона Galaxy Z Fold 3. Можете оценить качество записи микрофона. И стабилизацию, и автофокус. И все сразу. А теперь переходим к внутренней камере. А вот так вот записывает уже внутренняя камера на 4 мегапикселя. И качество можете оценить, как всегда, сами. Да не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать крутые комментарии. Мы на все их отвечаем. Чем же мы будем кормить наш мощный проц и громоздкие экраны? Вы хотите кушать? В меню у нас внезапно литиум-полимерный аккум емкостью 4400 мАч. Подается соусом из оптимизации. В противном случае, зачем у нас отжали сутку емкости по сравнению с прошлогодним аккумом, непонятно. Девайса по-прежнему хватает плюс-минус на день. В зависимости от того, как вы будете его использовать. Пополнить заряд можно с помощью проводной до 25 Вт и беспроводной до 10 Вт зарядки. Вы же не забыли, что блочок вам нужно докупить. И мы знаем место, где это сделать лучше всего. Но не скажем, потому что у нас нет рекламной интеграции. В общем говоря, перед нами прошлогодний Fold на максималках. Допилили, доработали, немного прокачали. И вы зададитесь вопросами. Почему камеры не топ? Почему 1 ТБ не завезли? Почему 5-е, почему 10-е? А так как девайс без малого стоит почти 2 тонны баксов, так и подавно спросите. Но имидж есть имидж. Возможно, мы находимся на новой ступени эволюционного развития смартфонов. Но если денег нет, то лучше смотреть на это развитие со стороны на примере, допустим, нас. Большое спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить свои лайки и делиться этим видео в социальных сетях. А с вами был Артем. До встречи в следующем видео. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok